Приветствую вас. В первую очередь я бы хотел выразить вам соболезнования в связи с отвратой вами, вашего родителя. Это всегда крайне болезненно, это всегда крайне тяжело, это всегда крайне неприятно, вот это всегда драматично и, в общем-то, я вам соболезну, правда. Понимаете, при том, что я понимаю вас и при том, что я понимаю, что вы чувствуете, мне ваш вопрос кажется несколько странным. Дело в том, что вы хотите убрать боль от того, что вы потеряли своего родителя, но мне кажется, что это совершенно нормально, испытывать боль, ибо прошло очень мало времени, прошло очень мало времени, после того, как вашего папой не стал. И это нормально, что вы испытываете страдания, это нормально, что вам тяжело, и, к сожалению, будет больно какое-то время есть сила, вот, потому что это ваш отец, и вы, конечно же, страдаете из-за того, что его потерял, вот. Можно ли говорить о том, что есть некая, вот, патологичность в том, что вы переживаете, что чувствуете? Ну вот, ответить на этот вопрос можно будет только после работы с вами непосредственно, то есть только вот после непосредственного взаимодействия, что называется, после обсуждения с вами, как бы, всех тонкостей, всех нюансов, всех деталей, вот. Только после этого можно говорить о наличии или, там, отсутствии, к примеру, патологии, вот. Пока, ну, то, что я вижу, вы, да, болезненно, безусловно, болезненно переживаете, вот, да, вы сейчас, на мой взгляд, чувствуете на себе, к сожалению, влияние тех проблем, которые, вероятно, были у вас на протяжении всей вашей жизни, но о которых вы не подозревали, вот. А сейчас вы начали эти проблемы ощущать, потому что изменились обстоятельства, вот. Если мы говорим про боль, если мы говорим про боль, то боль именно нужно проживать, то есть нет другого способа справиться с этим состоянием, кроме как проживать боль. То есть боль лучше всего проживать со специалистом, боль лучше всего проживать со психологом, вот, чтобы получать максимально, ну, такую вот профессиональную, адекватную обратную связь, если угодно. Действование, вот, проживать, это первое. Второе. Значит, ну, вы себя вините, да, то есть поработав с чувством вины, вам необходимо? Вот здесь, потому что чувство вины, это вот, здесь чувство вины, я имею ввиду, у вас оно особенно интересно, потому что может произвлекать как из того, что вы, по вашему мнению, потеряли, вот. Вот, вот, с уходом своего отца, то есть вы можете винить себя за то, что позволили отцу, вот, уйти, да, вы можете винить себя за то, что позволили своему папе, значит, умереть. Именно потеряв при этом то, что вам нужно, то есть, ну, ну, лишившись, лишившись того, что вам необходимо. Вот, то есть, тут, наверное, вот, именно в природе чувство вины нужно разобраться. Дальше. Значит, так, постоянно хочу вернуть время, винить себя, может, что-то не то сделаю, еще виновных постоянно. Ну, здесь, конечно, проблема личных границ чувствуется, то есть, ну, проблема личных границ, она вот связана с тем, что вы пытаетесь найти виноватых. То есть, не берете в себя личную ответственность за то, что, ну, за то, что произошло. Вот, и не принимаете реальный мир таким, какой он есть. То есть, у вас не совсем адекватное отношение к смерти. Вот. То есть, скорректировать необходимо еще и это. То есть, скорректировать необходимо то, как вы относитесь к смерти, как вы воспринимаете, ну, смерть. Вот. И так далее. То есть, это тоже, ну, для вас, получается, тоже достаточно такой важный, значимый момент. Потому что смерть вы, вот, как таковую отвергаете. Вот. А, соответственно, личной ответственности вы боитесь. Вот. То есть, да, вот вам нужна защита, да, со стороны, там, людей, ваших близких. Вот. А почему вы в этом нуждаетесь? А, как вы к этому пришли, это вопрос, который нужно проработать на терапию. Опять. Вот. Это вопрос, на который, ну, вот, сейчас ответить, наверное, будет невозможно. Потому что мы вас не знаем. Дальше. Эта боль просто разрывает внутри. Ну, смотрите, опять же, что такое боль, да, это, это чувство. И я думаю, что, ну, вы не будете спорить с тем, что у чувства, вашего чувства, да, есть природа. И вы, получается, вот, природу своего чувства, да, природу своего чувства вы не знаете сейчас. На данный момент вы не отдаете себе отчет в том, что за боль вы чувствуете, что за боль вы ощущаете. Вот. И, соответственно, вам в этом нужно помочь. Вам нужно помочь понять и разобраться в себе, что вы, собственно, чувствуете, откуда, собственно, болезненное восприятие ваше, откуда. Вот. С чем, с чем оно, с чем оно связано. Вот. Ну, вот, ну, вот, вот, в данном случае, опять же. Потому что, на данный момент, как я и сказал, вы, вы, на мой взгляд, ну, тебе чего-то не отдаётся в этом. Припады настроения, иногда говорится злоба, иногда хочется упасть из шадербуря, не хочу удалить его номер из телефона, я не знаю, как справиться с этим? Анастасия, ну, справляться не нужно, справляться именно не нужно, да, потому что это, ну, то, что вы предлагаете, это карательные меры, это, вот, подавление, по сути, подавление, по сути вы говорите. Поверьте вы или нет, но подавление ничего не дабит, подавление оно будет только усугублять ситуацию, а проблемы с проживанием к сожалению никуда не денутся, поэтому сейчас вы двигаетесь немножко не в том направлении, но я бы сказал, что ситуация не столь однозначна, то есть я бы сказал так, что вполне невероятно, что вам ваша текущая позиция в чем-то выгодна, вы вполне можете бояться чего-то в своей жизни, вы вполне можете бояться чего-то в своей реальности, вы вполне можете бояться внешнего мира и вполне как бы вот этот страх, вот, страх внешнего мира, он может как раз мотивировать вас на то, чтобы продолжать оставаться в этой позиции, да, в которой вы сейчас находитесь, вот, пусть вам это даже неприятно, да, и пусть вам от этого тяжело, вот, то есть это так называемая вторичная выгода, то что в психологии принято называть вторичной выгодой, вот, я не говорю, что это прямо обязательно про вас, да, но вероятность такая, она, к сожалению, есть, вот, и довольно, ну, довольно серьезная, потому что вы, если действительно вы прятались, ну, если вы действительно прятались от жизни, в том числе за папу, то, ну, вот, вы не будете так просто эту ситуацию отпускать, скорее всего, вы будете наоборот за нее цепляться, вот, чтобы всеми силами удержать себя в ней, вот, опять же, поймите, правильное, ничего страшного, аномального в этом нет, вот, страх ваш, который, может быть, у вас, да, он тоже проживает его, тоже, тоже нужно проживать его, тоже нужно, ну, с ним тоже нужно научиться ладить, научиться находиться с ним, а не убегать от него, как это, ну, возможно, делаете вы, вот, поэтому тут тоже такой момент. Дальше, значит, внутри пустотая, будто меня оставили одну в этом мире, хотя это мама, брат и муж. Ну, ощущение пустоты, это, опять же, нормальное состояние для вашего, ну, для времени, вот сколько, сколько прошло со смертью вашего отца, вот, это нормальное состояние. Другой вопрос, что, вот, чувство, что вас оставили одну в мире, это ощущение, что вас оставили одну в мире. Вот, это, во-первых, особая связь со всем, эм, такая, ну, связь, эм, может, ну, как бы, как вам сказалось, да, психологическая связь. Вот, это привязанность к этому, привязанность к этому, там, нужда, нуждаемость, эм, вообще в его, может быть, там, защите, да, и поддаля. Так это, вот, такой важный момент. Ну, и значимость отца для вас это тоже очень важно. Если мы говорим про то, что вы, вот, ну, нуждаетесь, что вы чувствуете пустоту сейчас. Вот, это, опять же, вопрос про сознание себя. Дальше. Стало безразличное дело и дела, как на автомате, без какого-то преднего интереса. Ну, это нормально, опять же, подобное состояние, которое вы сейчас чувствуете. Это более, чем нормально. Ну, если бы у вас сейчас была, м, какая-то, вот, чрезмерная активность, то вряд ли это было бы, ща-то, ну, чем-то так, так, вот, позитивным, адекватным. Вот. Кроме того, вполне вероятно, что многие вещи вы делали для своего папы. И, когда его нет, вот теперь, когда его нет, вполне вероятно, что много для вас, вот, просто-напросто потеряло смысл свой, вот. А нового, какого-то, вот, нового смысла, да, вы, выиграл себя, просто еще не нашли. Вот. То есть, мне, вот, ситуация, ну, мне ситуация видится такой. Поэтому, опять же, тут предъявлять к себе требования, делать что-то с интересом, мне кажется, явно, ну, явный прибор. Вот. Конечно, вам требуется помощь в том, чтобы принять что-то произошло и научиться с этим жить. Никаких универсальных способов и средств для этого нет, только проживание и коррекция своего восприятия, коррекция отношения к смерти, к умерщему, вот, прохождение всех стадий горевания, вот, как бы это, может быть, ну, для вас неприятно не звучало, как бы для вас это неприятно не звучало, вот, но прожить все стадии горевания вам необходимо, потому что, без этого, дальше вы двигаться не сможете. Дальше. Я не верю в это, просто не могу поверить, предстоящая, я многому жалела, что мало уделяла внимания. Ну, опять же, здесь идёт, как бы, ну, самообвинение, да? Ага, вот, здесь идёт самообвинение, потому что вы в отце потеряли то, что вам очевидно было нужно, что относиться к нему так, как будто он умрёт, ну, было бы, мягко говоря, не совсем этично, мягко говоря, было бы, я бы даже сказал, оскорбительно для человека, вот, поэтому вы относились к нему так, как могли, так, как хотели, так, как умели, вот, и я думаю, что ваш папа, он знал, всегда знал, что вы его любите, вот. Такая вот история. Настройтесь на проживание своих чувств, в том числе с помощью родных, в том числе с помощью своих близких, вот, настройтесь на проживание, потому что это то, что вам придётся делать, вот, в следующее время. Вот, оставьте, оставьте в покое идею о том, что с болью нужно справляться, вот, у вас всё равно сделать этого не получится, в принципе, вот, потому что, ну, справиться с болью, это значит, как я и сказал, подавлять её, вот, подавлять боль, хуже, 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 что вы, ну, можете для себя сделать в этой ситуации, вот, поэтому ни в коем случае делать этого вам нельзя, вот. Вот, проявляйте эмоции, кричите, будьте слабы и так далее, вот, но в то же время, просто обратите внимание на то, что, вот, вас не интересуют дети и так далее, да, что, вот, вероятно, вы, ну, подменяли, значит, смысл жизни твой, вот, в котором жили вы, да, вы подменяли смысл жизни своего папы. Папа. И в результате получилась такая очень неприятная история, когда без опция, без своего папы вам оказалось внезапно нерадичиво жить, вот. И, на мой взгляд, подобная ситуация, ну, недопустимо. Но, связана она с тем, что вы себя, к сожалению, обесцениваете почему-то. Как так вышло? Нужно разбирать. Как так вот получилось? Нужно разбирать. Нужно разбирать. Как вышло, что вы обесцениваете, ну, свой смысл, собственно, жизни. Обесцениваете себя. Вот. Ну, и со страхами, со страхами вашими проработать. Но, мой взгляд, тоже, ну, 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 на мой взгляд, безусловно. Вот. То, что я хотел вам сказать, вот, то, что хотел вам ответить, то, что можно вам сейчас порекомендовать, да, то есть просто не закупоривать, грубо говоря, вот, свои чувства. Куда-то, куда-то, вот, вглубь себя, да, а, наоборот, позволять чувствам выражаться. Вот. Это лучшее, что вы можете для себя сделать. Вот. И, конечно же, если, ну, если вы чувствуете востревание, да, если вы ощущаете востревание свое, то в таком случае вам нужна помощь специалиста. Вот. Не затягивайте с обращением, потому что, как бы, длительное пребывание в этом состоянии, а также длительное пребывание в напряжении может созердно сложности эм эм , затруднить эм ваше дальнейшее жизнь, вот. Хотя бы, ну вот, можно что-то сделать даром, хотя бы если не для себя, то для своих детей, для мужа и так далее. Вот. На этом всё, надеюсь, что помог, желаю всего самого доброго вам и удачи, удачи вам.